Это видео я посвящаю Александру Григорьевичу Лукашенко, моему тезке. Я его, конечно, тезка, а не он мне. Я его младше на 16 лет. Значит, ему сегодня 70. 54-го года. Год солнца, воскресный, очень великий год. Хорошо знаю этих людей, занимался ими в 90-х годах. Они тогда уже показывали хорошие результаты. Вот 52-й, 53-й, 54-й. Вот эта троица, она рулила, она выходила из Савдепии, из коммунякского, так сказать, прошлого, уходила в бизнес, в политику. Это вот поколение крепких ребят и девчат марсианской десятилетия, 1950-й год Марса, Ариса, бога войны, разрушения, конфликтов, завоевания. Это несгибаемые люди, как наш президент. Вот 50-ники, они все стоически выносливые, долгожители. Их свалить очень тяжело. Крепко стоят на ногах. А хозяйственники крепкие и прочее, прочее, прочее. Вот 54-й год, единственный год Солнца, значит, насколько я помню, да. Вот. И такой мощный, сильный, умеренный год. Второй, третий после высокосного. И вот эта умеренность, качество жизни, выносливость психологическая, физическая и прочее, фундаментальность, значит, этих людей, она зашкаливает. Тем более, третья декада, это вообще отдельная история, насколько эти люди неординарные, принимают решения неординарные. И экспрессивные, пассионарные, патриотичные и так далее. Это третья декада. И зачастую выходят за рамки обыденности и умеренности, хотя год умеренный. Вот они иногда выскакивают из этого и долговечны благодаря этому же. Пятидесятники еще пока рулят, хотя им уже вот столько лет. Восьмой десяток пошел, и нашему президенту 7 октября будет уже 72. И вот Александру Григорьевичу 70. Я хотел записать видео еще три недели назад, когда Владимир Владимирович наградил премьера Индии МОДИ Андреевским орденом. Орденом святого апостола Андрея Первозванного, высшего ордена Российской Федерации. Значит, у нас высшее звание Герой России, а высший орден Андрея Первозванного, чтобы вы понимали. Потому что героев у нас тьма тьмущая, а кавалеров Андреевских ограниченное число. При Петре Первом, который установил этот орден, учредил в 1698 году, значит, в живых должно было быть только 12 кавалеров этого ордена. Если кто-то умирал, уходил в вечность, то тогда награждался следующий. Но потом это правило было нарушено Петром Вторым. Да, пошло там уже с Екатериной Первой супруги, первого нашего императора Петра Алексеевича. И потом их стало очень много. И орден стал потихоньку-потихоньку нивелироваться, так сказать, ослабевать свое значение и силу. Были награждения просто династические, никак не связанные с заслугами. Награждались деды, отцы, внуки в Польше, например, в других странах получали эту награду. Она стала очень давно уже дипломатической. Значит, и я хотел записать видео, к чему я веду, что у кого только не было Андреевского ордена, только не у Лукашенко. Единственного нашего союзника и православного человека, христианина. То есть Путин в свое время... А, Ельцин первому иностранному президенту дал Назарбаеву этот орден. Значит, в 98-м году, когда Солженицын отказался этот орден принять из рук Ельцина, значит, причем он выступил против награждения Назарбаева, потому что считал, что политика Казахстана вредит русскому населению, русским людям, и отказался этот орден принять. Он был в контрах с Казахстаном, с казахами и с Назарбаевом, с Олженицын, я имею в виду. Вот. Значит, первый получил Назарбаев. То есть человек вообще далекий от христианства. Не знаю, во что он верит, в какой культ, в какого он вероисповедания. Это казахи сами должны разобраться с этим. Тем не менее, ему этот орден дали. Потом уже Владимир Владимирович дал этот орден мусульманину Гейдару Алиеву, значит, отцу нынешнего президента Азербайджана. То есть азербайджанец получил. То есть вначале казах, потом азербайджанец Алиев получил. Значит, потом у нас появился, значит, председатель КНР, а потом модерн. То есть у нас казах, азербайджанец, китаец и индиец. И только потом Владимир Владимирович дал орден Лукашенко. И то вот сейчас на его 70-летие, который сегодня отмечает, все прогрессивное человечество, значит, союзное государство, наши поздравляют и так далее. Указ сегодня вышел, в котором говорится, что орден Лукашенко вручен в том числе за большой личный вклад в эффективную деятельность союзного государства и развитие отношений стратегического партнерства. Это я цитирую Итартас. А, РИА Новости я цитирую, да. Значит, а я хотел видео записать три недели назад, когда, в июле еще, когда исполнилось, значит, 30 лет его правления, значит, победа на выборах. Очень много там было событий. Я хотел записать видео. Ну, когда же вы, Владимир Владимирович, вручите Андреевский орден, апостол Андрея Первозванова, покровителя России, флота российского, православному президенту? А у нас их всего два. Это сербский президент Вочич и вот Лукашенко. Ну, вот Лукашенко дождался, наконец-то, к 70 годам. Почему его не наградили в 19-м году? Значит, когда ему было 65, я не знаю, честно говоря. Ну, тогда орден получил Моди. Его индийский премьер в 19-м ему вручили вот только недавно, месяц назад, потому что пандемия там началась и прочее пошло-поехало. И вот он, наконец-то, дождался. Вообще, с политикой награждения высшего ордена России абсолютный бардак. Я всегда возмущался на этим награждениям. У нас полный хаос в наградной системе Российской Федерации. Вручаются ордена бессистемно, по рангу абсолютно вот так вот, как хотят. Значит, и у нас почему-то, значит, не дается этот орден действительно заслуженным людям. Дается певицам, каким-то писательницам, типа Фазу Алиевой, Светлая ей память. По-моему, ее уже нет на свете. Дагестанская писательница, которую вообще никто не знает в России. Может, Дагестан не знает. Ей в свое время дал Путин Владимир Владимирович. Вначале Алиеву, потом Алиеву. Прям два указа подряд было в течение, по-моему, года. То есть, ну, там, ну, в гробу бы перевернулись наши императоры, если бы узнали, кому Владимир Владимирович дает орден Андрея Первозвана. Вот я вам честно говорю. У нас единственный военный, долгое время, был Калашников, Михаил Калашников, изобретатель вот этого автомата Калашникова, одноименного, и многих других вооружений наших, стрелковых. Вот он был первым военным, которому, наконец-то, этот орден дали. А до этого кому только не давали. Лихачеву Дмитрию Алексеевичу, нашему философу и так далее. Но философия писательства, артистическая деятельность и орден Андрея Первозванного, ну, ребята, это вообще не об этом. Вообще не об этом. Это орден для государственных деятелей, политиков, глав государств и военных. Какие писатели, какие певицы, о чем вы говорите? Ну, это просто жесть. Вот. Ну, у нас такая политика. У нас вот киноактерам там и так далее дают такие ордена. Там госслужащий 30 лет идет к этой награде за заслуги перед Отечеством, например, первой степени. А дают, значит, актеру броневому, еще когда он жив был, значит, орден первой степени. Ну, ребята, ну где актер замечательный Мюллер броневой, а где государственный деятель, у которого этой награды нет. И только недавно стали давать этот орден. И председателю Верховного суда в свое время дали. И там Конституционного суда тоже дали этот орден. И то прошло много-много лет после того, как это стали догадываться у нас в наградной системе, что не певицам надо это давать Архиповой, Зыкиной там и так далее, а или врачам, корнеологам тоже это была история. Не Чингизу Айтматову, который 40 дней был этим кавалером и умер потом вскоре. То есть это рекорд был, когда только наградили, и человек через 40 дней умер. Я это все писал. Не надо писателям давать орден Андрея Первозванного. Это не их миссия. Есть другие награды. Вот и давайте. Вот, значит, ну это мое личное мнение. Теперь по поводу, вернемся к Александру Григорьевичу. У него день пятницы. У него день рождения выпал на пятницу. Хорошо это? Нет, конечно. Если у тебя день рождения на пятницу выпал, а ты православный христианин, как сегодня пятница, синий свет, цвет мудрости и печали одновременно, такой глубокой грусти, размышлений, переходный цвет к черному, к траурному, к субботе. Если у тебя на пятницу, на Голгофу, подчеркиваю, выпадает такой день, то значит, дело плохо. Значит, тебя ждет испытания физические, психологические, этические, моральные, нравственные страдания, связанные с твоим здоровьем, с твоими родными и близкими, с твоим государством. Это я говорю Александру Григорьевичу. Потому что Голгоф – это Голгоф, это распятие, это муки физические, прежде всего, страсти Христовы. Вот у Александра Григорьевича страсти Христовы начинается с сегодняшнего дня, с пятницы, 30 августа, когда вся страна и все наши союзники и в странах СНГ весь день, и сегодня, и завтра, и все выходные будут ему отправлять подарки и поздравления, и телеграммы, там послы будут приходить и прочее, прочее. А следующий год суббота тоже хорошо это, разве нет? Тоже следующий год тяжелый, то есть с 30 августа получается 25 по 30 августа 26. То есть до 30 августа 26 года Александра Григорьевича ждут два тяжелых года, пятница и суббота. А субботу мы помним. Казенный дом, больничка или кладбище. Вот три дороги, которые надо избежать, когда у человека субботний год наступает. Сможет он это сделать или нет? Это только один Бог ведает, а я просто предупреждаю, что со здоровьем будут очень большие проблемы, с диабетом, с лишним весом, с аритмией, с ведами на ногах, с почками надпочечниками, соответственно, с желчно-поджелудочной проблемой, камней и прочее, и прочее, и прочее. Так что желаю Александру Григорьевичу здоровья в день 70-летия. Пусть живет, нам помогает, никого не боится. 54-й год никого не боится. Это год солнца, воскресный. Эти люди не боятся никого и ничего. Ну, кроме смерти, как все мы. Страх Божий, страх смерти. Это свойственно всем. Значит, что еще сказать? Значит, ну, семье мира, согласие, процветание и народу Белоруссии, народам Белоруссии, тоже процветание, мира и согласие. Берите пример со своего президента, который вас любит, бережут, иначе вас уже раздолбали бы давно поляки, литовцы, латыши и эстонцы, вкупе со всей остальной шоблой, и от вашего государства бы уже болото одно осталось и ошметки. Вот, молитесь на этого человека, пусть он живет и здравствует еще много-много лет. Спасибо, что вы слушали, ставьте лайки, подписывайтесь, отправьте мое видео в Белоруссии, братскому народу, меня знаю, смотрят в Белоруссии, мой канал. Значит, комментируйте. Плохие, сразу говорю, удалять буду. Хамский против меня или Лукашенко посты буду сразу удалять, блокировать. Не советую этого делать. У меня свое мнение сложилось, и его никто не изменит про этого человека и этого президента. Там разберемся наверху, значит, когда убого будем. Жду на приеме, телефон указан, жду донаты, идем дальше.